всем привет сегодня покажу как я готовлю рис это способ мой это никакой там не рецепт это просто мой способ девчонки мальчишки огромное вам спасибо за комментарии за лайки было очень очень приятно читать если я не сразу ответила почему-то не сразу я вижу в комментарии отвечу обязательно всегда если просто бывает что не увидела комментарий напишите еще раз по следующем видео отвечу всем обязательно значит что нам нужно вода рис сейчас берем рис любое количество сколько вы хотите сварить высыпаем в кастрюлю у меня совершенно обычный пропаренный рис можете использовать не пропаренный совершенно любой рис вот такой у меня заливаете любым количеством воды чтобы это все покрыло вот так и ставите на огонь ждем когда закипит рис но практически закипел вы его перемешиваете ждете когда он прям по-настоящему забурлит достаточно все выключаем огонь и сливаем в раковину все рис готов сливаем в дуршлаг и промываем холодной водой чистой это вам сократит время когда вы промываете рис перед тем как готовить это очень очень быстро и все и вас вода будет дальше прозрачная все сливаем убираем лишнюю влагу перекладываем опять кастрюлю разравниваю и заливаем водой так чтобы это было знаете вот у меня такой рис обычный весь рис наверно чтобы где-то полтора пальца толщиной как говорила наша марь петровна на полтора пальца заливаем водой и опять ставим на огонь ждем когда это закипит и дальше покажу а тем временем пока варится рис я вам расскажу как я готовлю рыбу просто рыбу но это тоже это не рецепт это мой способ вот она разморозилась практически может быть даже еще не совсем до конца я ее полила с двух сторон вот соевым соусом видите периодически переворачиваю вот дальше что я буду делать я конечно ее почищу нужно вот вырезать вот эти места девчонки обязательно вот это место здесь эти кости неприятные просто вот углом вырезаем и разделю пополам и буду жарить а жарить я буду покажу как так вот так выглядит наш хурма прям радует такие живые блестящие листья так вот здесь кончики я думала что это у нас кто-то их поел а оказалось это вот так так растет хурма ну в общем все тоже мы изучаем смотрим дальше а завязываются плоды вот где-то вот в этом месте вот так вот я думала на конец на конце нет вот где-то там посередине нас пока нет я думаю в этом году может быть и не будет но пока наблюдаем так как рыба готова смотрите ли закипел вот так он должен булькать ждем ничего не перемешиваем просто ждем когда вся вода выкипит в этот момент вы можете посолить я солить не буду так вот смотрите вода почти вся выкипела вот образовываются такие дырочки на этом этапе вы уже будете делать первый раз попробуйте рис если так уже уже больше приготовленный чем нет такой аль денте мы сюда берем сливочное масло я не солила рис потому что сливочное масло у меня соленое и вот такими тонкими пластинками мы выкладываем по поверхности риса девочки этот этот рецепт не диетически но порадуйте своих близких на пир себе сделайте это очень очень вкусный рис его можно есть знаете вот просто так без ничего просто вот замечательно видите как все все огонь такой средний вот как он был какой-то чтоб кипел рис все накрываем крышкой выключаем огонь и оставляем до момента когда у вас приготовится обед на обед у нас сегодня как вы помните рыба я ее почистила приправила вот такая приправа для рыбы девчонки кто за границей в русском магазине очень хорошая она она уже с солью значит приправа уже солью поэтому я не солила у меня помните рыба была в соевом соусе берем полиэтиленовый мешочек ну вот от количества рыбы кукурузный крахмал берем примерно вот на такое количество вот такие вот две щедрые ложки вот так и сюда выкладываем всю рыбу здесь завязываем и вот таким образом всю рыбу обваливаем в крахмале чем хороший этот способ вы когда обваливаете допустим в муке мука горит и вот такой смог стоит на кухне а крахмал не горит и корочка получается такая прям хрустящих знаете как в китайском ресторане попробуйте думаю вам тоже понравится пока к шли хурме обнаружили что у нас уже завязались виноградные грозди такие крошечные выйти вот здесь у нас обычно кто-то съедает поэтому мы в этом году парочку закроем сеткой тут в рот залетел так обед готов рис не успел остыть посмотрите он получается очень очень рассыпчатый вот вот таким способом сваренный рис он никогда не будет кашей его вот я говорю он и пахнет он вкусно ну как говорит один человек добавь сливочное масло и будет все вкусно так значит смотрите рыбка я посыпала кунжутом в конце салат рис вот просто замечательный замечательный обед всем приятного аппетита худеть с удовольствием всем пока а